Важных изменениях в мировой политике прямо сейчас поговорим с политологом-международником, сооснователем аналитического центра «Объединенная Украина» Антон Кучухидзе в нашем эфире. Антон, здравствуйте, рад видеть вас. Здравствуйте. Приветствую вас. Антон, итак Марк Милли говорит, что в России придется, России придется признать, что ей не удастся выиграть эту войну, а люди, которые участвуют в принятии этих решений в России, придут к выводу, что расходы превышают выгоду. Правда, сроки американский генерал называет разные, может месяц, может два, может и год, и даже два. Антон, как вы полагаете, действительно, рационально мыслящие люди в России ведь давно уже все поняли. Кто-то обо всем говорит шепотом, кто-то открыто, кто-то специально сливает те же телефонные разговоры, которые мы уже неоднократно слышали в последние месяцы. С Путиным на дно мало кто хочет идти, как считаете? Конечно, на дно никто не хочет, учитывая, ну, я бы даже не сказал волчью, да, а животную природу Кремля. И, конечно, если кто-то идет вниз, то они все дружно его подтолкнули бы вниз, а сами остались бы как-то рулить и дальше, делить деньги, грабить страну. Много российских политологов в 90-х годах в своих научных работах и публицистических писали о том, что это воруй страна. Поэтому соответствующее отношение к коллегам, партнерам и так далее. Дело в том, что концентрация власти в одних руках и, скажем так, у определенной группы, которая поддерживает лидера террористического государства, она формировалась на протяжении десятилетий, поэтому что-то сделать оперативно в этой внутренней, скажем, конъюнктуре очень сложно. А так, вы видели, вы абсолютно правы по поводу и телефонных разговоров, да и не только слитых телефонных разговоров. Посмотрите, насколько оппозиционные блогеры есть по отношению к Кремля. Они, конечно, представляют там другое крыло или представляют крыло ФСБшного влияния, или, например, тот же самый глава террористической организации Вагнер, насколько прямым текстом он называет фамилии виновных, что не дают снаряды, что Украина пойдет вперед и разбомбит их всех, и что он с этим не согласен, пофамильно называет там руководителей, кто виновен в военных провалах и так далее. То есть я понимаю, что наши телезрители хотят быстрого результата, но если анализировать политологически и с холодным умом, то это уже кардинальная перемена в политическом дискурсе этой террористической страны. Потому что еще представить там год назад или до 24 февраля, что тот же самый глава террористической организации Вагнер будет наезжать на Шойгу или других высокопоставленных чиновников, так или иначе приближенных к лидеру этого террористического государства, было невозможно. Плюс было сложно, например, находить неподготовленность пропагандистов. Вы сейчас посмотрите, последние там 8-9 месяцев, насколько они неподготовлены, насколько часто бывает так, что они работают по старым тезисам, но не учитывают новых реалий, потому что им сверху не спускают соответствующие тезисы, то есть большая дискоммуникация происходит. И это все нарушения политической системы, перемены политической системы. И, конечно же, они используют сейчас больше манипуляций, вот как эта история с дроном над куполом. В Кремле чистой воды манипуляция, провокация, абсолютно Украина не имеет к этому никакого отношения. Но это один из, скажем так, технологических инструментов, как свой народ мотивировать или мобилизировать, свой же электорат. Потому что побед нет, везде они отступают, наступление они, я имею в виду, расисты начать не могут. И уже видите, как они аккуратно стараются не вспоминать свои тезисы про то, что Киев взять за два дня и так далее. Поэтому все стратегические цели в войне провалены. Потери колоссальные в техническом плане и в человеческом плане, и в ресурсном плане. И тут господин Миле абсолютно прав. Сегодня расистская юрисдикция является лидером в глобальной экономике. Против нее введено более 13 тысяч санкций. Это юридические и физические лица. То есть они в четыре раза превысили количество санкций, которые вводились на протяжении почти 40 лет против, например, Ирана. Поэтому эффект влияния негативный на расистов тоже колоссальный. Плюс давайте не забывать решение международного криминального суда помимо ордера на арест. Это означает, что по большому счету лидер этой террористической организации он абсолютно не выездной в цивилизованный мир. То есть там форумы, переговоры, глобальные саммиты, о которых там еще до войны мечтала Российская Федерация заявлять о своем лидерстве, о каких-то лидерских позициях в мировой политике и так далее. Этого всего нет. Сегодня субъектность расистов сведена абсолютно к минимуму. Зато растет субъектность Украины, что не может не радовать. Да, и, кстати, стоит отметить, что тяжело было, наверное, представить и 15 месяцев назад, что на сегодня будет такая сплоченность вокруг Украины, такая помощь, которую оказывают нам наши западные партнеры. И Путин, вероятно, на это также не рассчитывал. Давайте обсудим сейчас визиты Владимира Зеленского. Мы знаем, что он накануне побывал в Финляндии, принял участие в саммите Nordic Countries, на котором речь шла об общей безопасности. Там же были премьер-министры Швеции, Дании, Исландии, Норвегии. Но главное, как отметил президент, он приехал, чтобы дружественные страны поддержали Украину еще мощнее накануне контрнаступления в СССР. Мы слышали речь президента Финляндии Сауле Нистеон сказал, что 15-й пакет помощи уже готовится, будет и 16-й. А в будущем, как вы считаете, как можно ли рассчитывать на поддержку вступления Украины в НАТО, Антон? Однозначно можно рассчитывать. И данный визит президента Зеленского можно оценивать как очень качественный и позитивный. Ну, начнем с того, что, если память мне не изменяет, это впервые в истории наших отношений с Северной Европой, когда проводится отдельный саммит Украина плюс Nordic States. То есть это уникальный формат, и это то, о чем мы с вами говорили, насколько выросла субъектность Украины в международных отношениях. И как раз таки по итогам визита президента Зеленского и по итогам проведенных переговоров было опубликовано совместное заявление Украина плюс Nordic States, где четко было указано о том, что страны Северной Европы полностью поддерживают членство Украины в ЕС и полностью поддерживают членство Украины в НАТО. Более того, страны Украина со своими партнерами, они согласовали формулу того, что одним из приоритетных, скажем, площадок для военно-технической помощи Украины является Рамштайн. И в то же самое время эти страны взяли на себя политические обязательства участвовать, помогать и в рамках Рамштайна, в рамках ЕС и НАТО, и еще отдельно на двустороннем уровне принимать программы поддержки по экономическому, военно-техническому и политическому треку. Также очень важно, что страны полностью поддержали позицию Украины относительно усиления санкционного давления против Рашистской Федерации, то есть тот рекорд, который побили рашисты, это еще не предел. Мы еще будем видеть усовершенствование санкционного режима давления на рашистов, плюс на юрисдикции, которые помогают им обходить. Да, мы видим, что они пытаются искать эти лазейки обхода сейчас, мимикрируют. Эти санкции, поэтому условно говоря, все, с чем ехал президент Зеленский, все пожелания, заявленные политические позиции, они были представлены в совместном документе. Это означает то, что эти государства полностью разделяют позицию Украины и берут на себя политические обязательства по поддержке абсолютно по разным направлениям. Экономика, военно-техническая помощь, политика, интеграционные вопросы, санкционное давление. Поэтому я и говорю, что данный визит президента очень позитивный, эффективный и он такой прорывной с узкопрофессиональной точки зрения, что эти страны начали такой формат общения эксклюзивный с Украиной и, конечно же, они в очередной раз подчеркивают увеличение субъектности, силы и влияния Украины в международных отношениях. Потому что не зря у нас в Украине говорят о том, что единственная страна, которая могла выдержать эту навалу и навалять расистам, это мы. Да. Ну и кроме того, сегодня Зеленский находится с визитом в Нидерландах. Вероятно, уже видели, что он выступил в Гааге с речью под названием «Нет мира без справедливости». Говорил, что в Гааге, наверное, все ожидали и ожидают видеть другого Владимира, Владимира Путина, который должен ответить за все совершенные преступления Российской Федерации во время этого полномасштабного вторжения. Антон, вот если говорить еще и о визиты в Нидерланды, насколько в целом все эти визиты сейчас необходимы и каковы результаты будут вот этих всех двусторонних встреч, которые проводит Зеленский? Политический результат нужно делить на две части. Публичная часть и непубличная часть. То есть мы, давайте откровенно, мы же прекрасно понимаем, что президент во время войны не едет в эти государства просто ради переговоров, рукопожатий или фотографий с мировыми лидерами. То есть очевидно, что повестка дня очень сильная, мощная, учитывая и объем, количество делегаций, стратегические направления и так далее, учитывая то, что с Нидерландами нас связывает тесное партнерство в военно-техническом смысле. Поэтому мы публично будем видеть только политическую поддержку. Все остальные самые принципиальные решения, они такими могут быть, что даже пока идет война, мы их в публичной плоскости не увидим. И это есть правильно. Поэтому я думаю, что мы можем комментировать только публичную сторону и предполагать, что говорят лидеры в кулуарах. В кулуарах однозначно на повестке дня это ситуация на поле боя, эффективность использования западной военной техники, эффективность работы украинских сил обороны и безопасности, потому что эффективность наших военных помогает усиливать военную политическую роль Украины и политическое влияние нашей страны. Поэтому однозначно, что лидеры предметно говорят и по таким вопросам. Плюс вопросы наказания для всех виновных расистов, плюс вопросы будущего с точки зрения восстановления Украины они тоже на повестке дня. Поэтому эти визиты они очень важны для уже мы ставим вопрос не для объединения государств вокруг нас, а для дальнейшего укрепления того антирашистского союза, который создан в мире и для получения очень важной информации по приоритетным стратегическим вопросам. Но я убежден, что в публичной плоскости мы мало что узнаем и как я уже сказал, это правильно, потому что враг тоже мониторит, с большим интересом относится к перемещению первых лиц нашего государства и так далее. Поэтому плавно подвели как раз к следующей теме о возможном сливе информации о следующем визите Владимира Зеленского в частности в Германию. Якобы он должен был побывать там 13 мая, об этом сообщило издание Таги Шпигель в Берлине. Он должен был встретиться и планировалось, что он встретится с канцлером Олафом Шольцем. После этого улетит в Ахен, где состоится вручение премии Карла Великого. В то же время издание Другуэте онлайн пишет о том, что есть некое разочарование раскрытием деталей этого возможного визита, потому что это безответственно может вообще оставить этот визит под сомнение. Антон, что скажете в целом о таком возможном сливе информации в сеть? Кому нужно? Какие цели преследуются? Единственный бенефициар от сеяния недоверия между Украиной и нашими западными партнерами это Российская Федерация. Больше некому это делать, то есть это могут делать лояльные к ним политики в государствах, куда едет например наш президент, там я не знаю агентурная сеть, дипломатические каналы коммуникации, которые работают еще тихо, скромно, в пользу расистов и так далее, поэтому очевидно одно, главный бенефициар сливов и раскрытие всех планов переговоров президента Зеленского со своими западными партнерами это только Российская Федерация. То есть ни Украина не заинтересована в слиянии информации и точно так же я уверен господин Шольц учитывая уровень чувствительности в военно-техническом сотрудничестве между двумя государствами а мы вышли уже на колоссально другой уровень нежели это было еще летом 22-го года то немецкая сторона официальная провластная сторона она тоже не заинтересована в сливе каких-либо информаций. К тому же мы видели как совсем недавно российские хакеры атаковали оборонный концерн Rain Metal который изготовляет собственно танки Leopard и эти Leopard едут к нам на фронт то есть вот это внедрение спецслужб оно идет по всем фронтам нужно понимать что в Германии спецслужбы расистов особо долго работали особо плотно и особо плотно работали с политической конъюнктурой поэтому я думаю что с точки зрения вот агентурного присутствия там на я не скажу там топ уровнях да но хотя бы непосредственно на уровне интегрированных в политику людей там расисты очень сильно представлены работали и это выстраивалось 15-20 лет это не то что вчера они этим занялись или там с 24 февраля 22 года поэтому всегда нужно аккуратно относиться к любой информации которая раскрывает планы нашего президента и понимать что в этом заинтересованы ну я имею ввиду вот когда чувствительную информацию сливают в этом заинтересован только враг поэтому посмотрим что будет дальше я не думаю что визит будет аннулирован то есть он очень важный с точки зрения накопления военно-технических возможностей но то что враг пытается посеять дискомфорт или недоверие это очевидно я думаю что и наши дипломаты и дипломаты федеративной республики Германии это тоже понимают и я думаю что никаких скандалов проблем не будет вычислят канал слить информацию и разберутся в ситуации Антон и еще о важных событиях этой недели давайте поговорим не можем обойти тема зернового коридора его работа может быть прекращена если на текущей неделе не будут достигнуты результаты на переговорах в Стамбуле об этом заявил спикер президента Турции Брагим Каллен уже завтра мы знаем в пятницу начнутся эти переговоры но в России уже заявляют что многие вопросы не согласованы у них огромный список требований по продлению этой зерновой сделки в том числе и переподключение Россельхозбанка к системе SWIFT Антон как вы полагаете чего Украине стоит ожидать вот этих переговоров и если Россия их сорвет что будет после 18 мая давление на расистов усилится потому что это не только вопрос России или региона это вопрос глобальной продовольственной безопасности и если с Украины не будет идти зерно то сотни миллионов людей просто в мире будут голодать и это не моя статистика а господин Гутереш в прошлом году дал четкую цифру более 300 миллионов людей которые могут пострадать от срыва поставок украинского зерна в мире поэтому расисты конечно же с точки зрения методологии ведения переговоров они завышают ставки они начинают манипулировать они начинают увязывать в эти темы политические темы санкционные темы там темы под тем же банком то есть они всегда пытаются расширить предмет торга пока что вы видели что каждый этап завершения работы зернового соглашения он всегда был полон таких манипуляций но расисты за столом переговоров и так или иначе они все равно идут в глобальном фарватере все-таки содействия работе коридоров хотя создают огромнейшее количество проблем поэтому ничего хорошего для них не сулит отказ или блокировка работы согласованных коридоров правил и так далее они получат еще большее давление против себя ну и нужно понимать что турецкая сторона очень умело знает как вести переговоры с расистами как давить и у них очень тонкая дипломатия поэтому я думаю они найдут доводы для того чтобы манипуляции расистов прекратились потому что на кону глобальная роль Турции с одной стороны кроме продовольственной безопасности антон хотел уточнить вы же видите в какое время это сейчас происходит мы знаем что в течение двух недель в Турции пройдут президентские выборы мы знаем что на пятки Эрдогану сейчас уже наступает его оппонент Кэлэдж Дароглу у него большой процент поддержки как вы считаете что может измениться собственно в отношении Украины касательно зерновой сделки если власть в Турции все же изменится смотрите даже если мы проектируем какую-то смену власти в Турции нужно понимать что в этой стране работает преемственность внешнеполитическая на протяжении многих десятилетий и очевидным является тот факт что Турецкая республика кто бы ее не возглавлял Эрдоган или любой другой политик для них стратегическим вопросом является недопуск увеличения влияния расистов в Черноморском регионе более того расисты естественный их противник в регионе Средней Азии Турция строит свой геополитический проект он идет не так быстро как бы хотелось но тем не менее они в Среднюю Азию запустили свой геополитический проект на котором они делают акцент поддержат его экономическими гуманитарными проектами и он в определенной степени достаточно успешен у Турции и России разные интересы в Сирии у них разные интересы на Ближнем Востоке поэтому то что они могут иметь торговые отношения это не значит что они могут быть военно-политическими союзниками тут в данной ситуации с точки зрения природы интересов Турции они полностью военно-политический союзник Украины кто бы их не возглавлял вы понимаете что геополитика и география она не меняется за долгий период времени поэтому как бы интересы Турции тоже меняться не будут если даже власть поменяет Да Антон и вы уже в начале нашего разговора упоминали об изолированности России говорили о количестве санкций которые были введены в отношения этой страны агрессора мы понимаем что Россия с каждым днем войны сама себя изолирует от нормального мира ее агрессию признают даже тот же стратегический партнер Китай и Индия которые голосуют в ООН в унисон с другими странами осуждающими путинскую войну но жизнь идет и сейчас страны готовят свои делегации для участия в торжественной церемонии коронации Чарльза III террористическую Россию туда не позвали наш министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сказал что Украину будет представлять делегации высокого уровня но не раскрыл детали он сохранил интригу Антон расскажите в чем важность присутствия на подобной церемонии нашей страны что означает приглашение на нее и что означает отказ как в случае собственно с Россией ну во-первых это символизм политический символизм а во-вторых это показатель политической доступности к правящим реальным правящим элитам тех или иных государств и хорошая возможность иметь дополнительную коммуникацию с топ-лидерами глобальной политики экономики и так далее когда тебя не допускают к такому роду мероприятиям это означает что тебя выключили из игры тут вопрос не в том что хотим мы с тобой говорить или не хотим нет ты все ты вне игры это три красные карточки условно говоря да все то есть будущего у террористического рашистского лидера в нынешней глобальной конъюнктуре абсолютно нет и тем более тут есть определенный символизм с точки зрения решения международного криминального суда то есть кто бы ни с ним не разговаривал по большому счету любой этот разговор можно расценить как вы говорите с преступником или убийцей детей вот как бы его статус в глобальной политике то есть статус ему определили изолировали поэтому как бы тут других вариантов нет это все вписывается в рамки изоляции и ослабления Российской Федерации Антон спасибо вам большое за ваше мнение аналитику важных событий мировой политики Антон Кучухидзе политолог-международник сооснователя аналитического центра объединенная Украина был с нами в эфире Фридома до новых встреч спасибо Спасибо